Приветствую вас! Причитал ваш вопрос и думаю, что отвечать на него можно только если вообще-то говоря знать всю вашу историю. То есть вот начиная от вашего детства и заканчивая тем, что с вами сейчас происходит. Я хочу сказать, что вы в своем вопросе описали лишь только следствие произошедших с вами событий. То есть эти события все, они стали результатом того, что с вами происходило раньше. В детстве, возможно в юности, в подростковом возрасте и так далее. Вот там, в этом времени и требуется искать причины того, что с вами сейчас происходит. По сути, смело, у вас проблемы со здоровьем, наложенные на тревожность и скомпилированные между собой. Надо сказать, что именно психологическая помощь, помимо медикаминдонного лечения, которое вам, мне кажется, необходимо, и помимо психотерапевтического либо психотерапевтического воздействия, можно заключаться в том, чтобы помочь вам понять, что стоит за клаустрофобией, что стоит за клаустрофобией беременности, то есть почему вы боитесь детей, почему вы боитесь смерти, что это для вас означает, как вы это понимаете, понимаете ли вы это вообще и можете ли вы с этим даже не справиться, а можете ли вы с этим, условно говоря, правильно жить. Вот это вот нужно с вами обязательно выяснять, потому что все ваши страйки, это по сути дела такие крики о помощи вашего подсознания и свидетельства, сигналы о том, что вам нужна помощь. Совсем непонятно, почему вы задаете вопрос свой здесь, нам, на Лайфэксперте, а не идете, например, на очный прием к психотерапевту или психиатру, к врачу, который проработал бы вашу психотерапевту, который бы проработал бы с вашими страхами и прочим-прочим-прочим. При этом я полагаю, что ваша болезнь, которая у вас есть, гранулема, она также просто-напросто неправильно диагностирована. Плюс ко всему у вас, на мой взгляд, наблюдается вот именно невроз. Правда, знаете ли вы, что такое невроз? Вот вы употребили это слово, говорите, что вот у меня невроз, но что это значит, да? Каково значение невроза и проявление его? Я хотел бы, чтобы вы ответили себе на этот вопрос, потому что этот вопрос очень важный. Невроз – это вытеснение своих собственных желаний. Невроз – это, по сути дела, невозможность быть собой. И в это очень органично входит тот факт, что все думают, какая вы сильная. То есть все думают, какая вы сильная, все думают, что с вами, ну, в общем-то, все хорошо, что вы яркая, веселая и т.д., а вы действительно мучаетесь от проблем. И вопрос, который я хотел бы вам задать, заключается в том, почему никто не знает вас настоящих. Ну вот, по факту, у вас по факту проблемы, у вас по факту трудности, но никто об этом не знает. Для всех вы сильная, яркая, веселая, наверное, успешная и т.д. Понимаете ли вы, что, по сути, вы заточили себя в определенную клетку, если можно так выразиться, в круг порожен, в котором вы стали заложницей собственного своего образа, который вами выстроился для других людей. То есть ничего другого, помимо вот, значит, ничего другого, помимо вот того образа, который вы создали, нарисовали себе, помимо этого у вас ничего нет. И важно понять, что заставляет вас так себя вести. Что заставляет вас не позволять никому знать, что с вами и т.д. Ну и диагнозы вот сами себе вы ставите, на мой взгляд, совершенно напрасно, этого делать не нужно. То есть никто не выиграет от того, что вы будете сами себе диагностировать разные заболевания. Кстати, вполне обман, что все эти заболевания являются вымышленными и в действительности вы их не чувствуете, не ощущаете и т.д. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались ко мне по психологии, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Моя вам самая главная рекомендация, не затягивайте очный визит к психиатру или к психотерапевту. И уже после назначения вам лечения, уже тогда будет видно, в каком направлении вам лучше работать с психологом. Потому что психологическая помощь явно не единственная, что вам требуется. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok